Правящая коалиция городской думы продолжает в срочном порядке притворять в жизнь свою, известную только им одним, политику. Поэтому они умышленно стремятся ограничить возможности депутатов Латгальской партии защищать интересы своих избирателей, а также людей, отдавших свой голос за партии, не прошедшие в думу. То есть, мэр Элксниш и его команда решили игнорировать интересы и пожелания более 50% избирателей Далгоплса. Во вторник на неочередном заседании городской думы правящая коалиция делила портфели думских комитетов. Используя большинство, поделили так, что нарушили закон. Не желая принимать участие в этом дешевом цирке, шесть оппозиционных депутатов покинули заседание думы. Реакция последовала незамедлительно. Латгальская партия отказалась работать. С таким заголовком вышла заметка на одном из порталов, приближенных к новому руководству города. А что произошло на самом деле? Почему депутаты Латгальской партии приняли решение покинуть зал заседания? В законе написано просто, что комитеты должны формироваться по возможности пропорционально количеству избранных депутатов. Математика здесь очень простая. У нас 40% депутатов, 6 из 15. И если в Царом финансовом комитете 10 членов, то должно быть 4 наших представителя. Оставляя только два места для Латгальской партии. Вспоминая предыдущий созыв, когда председателем был Янис Лачплейсис, могу вспоминать, что у Сасканинсцентра в конце созыва осталось только два депутата. Но все равно им оставались два места в финансовом комитете. И в каждом комитете они были представлены пропорционально количеству депутатов. Поэтому сегодняшний поступок непонятен и бесцелен совершенно. Вы бывший депутат СИИ. Как правило в таких случаях государство начисто речь? Государство на стороне закона должно быть. Это однозначно. И я также слышала выступление министра по делам регионального развития, который сказал, что будет рассмотрено обязательно. И будем ждать решения министерства. Если вы помните, то у нас в прошлый раз было очень много партий. Я уже не помню, сколько нас там осталось в конце. Пять или семь. Мы тоже были переговоры достаточно сложные. И была попытка объединить со всем. И были разговоры очень длинные. Мы учитывали мнения друг друга. И там, может быть, разногласия было полчеловека. Скажем, три или четыре. Но здесь явное нарушение. И непонятно, почему это так боятся эти ребята. Уверен, что это решение будет отменено как незаконное. То есть вы его будете обжаловать где? Ну, сейчас мы будем продавать жалобу Министерству регионального развития на незаконное решение. Впоследствии, как вы думаете, как вы будете строить свою работу как депутат? Ну, ничего неожиданного в действиях наших партнеров нет. Не думал, что будут так глупо и по-детски нарушать закон там, где на самом-то деле нет необходимости. В каждой комиссии у них все равно оставалось большинство и могли бы решать свои делишки и так. Несмотря на сложившуюся ситуацию, депутаты Латгальской партии будут выполнять свои обязанности. И будут следить за тем, чтобы Дума нового созыва работала в соответствии с законодательством Латвийской Республики, а не иначе.